По поводу переименования столичных улиц. Я вчера прослушала заседание Рижской Думы по этому вопросу, и я хочу сказать, что ребят несло так, что уши продуло даже через экран. Я буду вставлять отрывки, чтобы вы понимали, как вообще этот процесс происходил, и также, чтобы вы понимали, как работают депутаты за наши деньги. И начну я с Мирослава Кодиса. С ответственность, с Узманского село. С саба пился это не грибутаду ело. Ярослав, дружочек мой, душа моя, мы с тобой вместе учились в университете на социал-занеке факультаты. Но, насколько я знаю, твой родной город Лепая может тебе поехать туда и там переименовывать улицы, а мы, рижане, здесь как-нибудь сами разберемся. Вот такой столичный сновизм. Линда Озола предложила всем быть очень нейтральными, но у нее первой же не получилось. Там такая каша в голове, что я попытаюсь это как-то изложить адекватно и понятно. Если коротко, то все русские писатели 19 века виноваты в том, что сейчас происходит в Украине. Это ясли коротко. Пушкинс сава литерария ДЗД ир славиналис Кривийс империализм, ир славиналис минис империализмом, ир славиналис минис империалистикам амбиций. Пет не только даристот от даррад, но и активи патс педалии карагайенос. Вел 1829 года Пушкинс веяц аре Мазазийс Пусвелси екарошану Криву-Турку кара. Та кааа, минис ер лидзатбелдейкс тостарп аре пар ацвищу территорию окупешану Кривийс интереса. Бет шо брид непастарпинати турпинь то дарит ёпројам. Тас, кое Украина педзиво шо брид, Кривий, писяццотес азију пиеменатая Пушкина, Лермонтова, Ломоносова, бет ареи Тургейнева варда, писяцц, шиз, шиз зверийбс. Откуда у Линдеозова такая информация, я не знаю, может быть, ей русские генералы звонят и рассказывают, вот мы сейчас с именем Пушкина на устах полетим во Вдеевку. Я не знаю, как у него это происходит, у меня такой информации нет. А у неё есть, видите, какой информированный человечек, не зря безопасностью города занимается. Ну а вот это юное дарование может составить конкуренцию Пурвитесу. Посмотрите, какое творчество Чичик поработал. Я восхищена. Ну, только не забываем, что всё это делается за наши налоги. Вообще на этом заседании было много интересного. Например, депутат от партии РСЛ вышел на трибуну и стал, кстати, с переводом, что не запрещено. На русском языке прочитал стихотворение «К нему не зарастет народная тропа». После в этот момент ему отключили микрофон, а одна из депутаток стала стучать рукой по столу. В общем, нервничали все ужасно. Когда Иванс Тургеневс не получил силу Рига. В 1883 году, в 1883 году, в 1885 году, в 1885 году, в 1885 году его назвали «Носауги». И все. Вот еще у Тургенева прилетело. Мол, почему должно быть его имя тут в названии улиц? Он умер, а через два года улицу назвали. И все, вот и все, вот и все. Это как бы умер дяд на хитку с ним, да? Ну, как бы, чем он еще прославился? Да непонятно чем. Я единственное хочу сказать, что если темнота друг молодежи, то когда она в мозгах, это торгетия. И когда господин Радникс очень пафосно говорит о том, что мы сейчас пишем новую страницу нашей истории, он даже не понимает, насколько убого это звучит. Что мы бы свою историю написали, если бы у нас здесь развивалась экономика, если бы мы достроили Реал Балтик, если бы у нас вот так раз, и в городе все ямы с дорог пропали. Если бы у нас образование не было бы в таком кризисе, если бы у нас медицина не была бы в таком кризисе. Вот это была бы история успеха и история нашей страны, которую мы могли бы достойно писать. А когда история страны пишется в табличках улиц, это, извините, мелко.